На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Бронсон». Мы, кстати, Краткий Капитан как-то пару раз посматривали, когда у Звёздного Капитана, это же его канал, выходил ролик, допустим, как нельзя победить какого-нибудь персонажа, а у него был на Кратком Капитане пересказ какого-нибудь фильма, и мы тогда вот смотрели, получается, чтобы было проще потом, чтобы полностью не смотреть. Господи, ужас. Да, тут такой кликбейт запрещенка-запрещенковская. Понятно? Ну, тут и валишь. Ублёдки. Ублёдок. Ублёдок. В одиночной тюремной камере Чарльз Бронсон готовится к визиту охранников. Он полностью голый, его тело измазано чем-то жирным, а из ссадины на голове течёт кровь. Но это всё пустяки, когда есть возможность подраться с охраной. А, а ты знаешь кто? Это ж походу этот, Шайл Лобаф. Нет. Нет. Не похож? Нет. Подожди, а кто? Когда не ходили к нему поодиночке, вот и сейчас ввалилось сразу несколько человек. Бронсон отчаянно сопротивлялся, но им удалось одолеть его. До того, как Чарльз Бронсон получил этот... А, нет, это же этот, Том Харди, господи, тьфу, точно, который безумно Макси снимался, я извиняюсь, I'm sorry. Что-то я тупнула, это Том Харди, да, всё хорошо. ...и стал самым известным заключённым Великобритании, его звали Майкл Гордон Питерсон. Майкл родился в обычной семье со средним достатком. Однако уже в школе он обнаружил в себе некоторые наклонности. Например, склонность к насилию и желание прославиться. Будучи школьником, Майкл любил избивать учителей и других учеников, но за это его не наказывали дома. Миссис Питерсон, давайте поговорим с вами о Майкле. Когда же Майкл устроился на работу, он стал подворовывать из кассы. А когда к нему пришла полиция, он набросился на них с корнями. В середине 70-х Майкл женился и завёл ребёнка. Его семья жила бедно, а потому он решил разжиться деньгами, ограбив почтовое отделение. Денег там особо не было, зато за вооружённое ограбление Майкл получил 7 лет тюрьмы. На суде его мама обещала ему, что Майкл выйдет на свободу через 4 года. Однако Майклу так понравилось за решёткой, что он решил продлить себе срок, избивая охранников и работников тюрьмы. Он намеренно отказывался осваивать новую профессию в швейном цехе, чтобы его попытались... А почему ему нравится в тюрьме, интересно? Потому что там всё пропитано этим насилием, от которого он прям торчит или что? Да, там такие же насильники сидят. Ставить делать то, чего хотят тюремщики. А когда приходила охрана, он избивал их, да и сам тоже хорошо получал. Благодаря такому поведению в тюрьме Майкл стал настоящей знаменитостью. Другие заключённые боялись и уважали его. В тюрьме, кроме драк, он заводил полезные знакомства. Так он познакомился с будущим владельцем ночного клуба, когда угощал его чаем. Чтобы Майкл не привыкал к одной тюрьме, и чтобы дать немного отдохнуть охране, его часто переводили. И в каждой новой тюрьме Майкл учинял те же безобразия, что и в предыдущей. О нём начали писать газеты, и Майкл понял, что его мечта сбылась. Он стал знаменитым. Когда терпение... Да, это как, знаешь, есть люди, которые хотят остаться такими же... Знаешь, посмотрели репортаж про какого-нибудь маньяка, убийцу, например, и тоже хотят с такими же знаменитыми, и в итоге начинают просто подражать. Тоже начинают там крошить, чтобы просто быть... Да, это какой-то хреновый пример для, конечно, прославления. Тюремщиков закончилось, Майкла направили в то заведение, куда он должен был попасть с самого начала. В лечебницу для душевнобольных. Здесь Майклу не понравилось. Пациенты были не особо компанейскими. Персонал его не уважал. Да ещё и кололи всякую дрянь, от которой у Майкла наступало обезвоживание из-за обильного выделения слюны. Таблетки он отказался принимать принципиально. Засунь их себе в задницу. Однако он был не в тюрьме, где его избивали охранники, чтобы заставить что-то делать. В психушке его просто обездвиживали и кололи лекарства внутренне. Я же говорю, могли его колоть, и всё. Проведя какое-то время в лечебнице, Майкл стал послушным и тихим. Его не интересовали даже танцы, которые устраивали для пациентов. Майклу хотелось одного – сбежать из этого места куда? Ну какого? Сейчас они присоединятся ему таблетки вкалывать, то всё. Ему удалось воплотить свой план. Достаточно было немного придушить одного из пациентов, чтобы его перевели в другую клинику. Однако не этого хотел Майкл. Он был убеждён, что за данный проступок его отправят в тюрьму. Но его засадили на 26 лет в одиночную камеру без суда и следствия. В этом заведении Майкл устраивал погромы и беспорядки, которые приводили к неоправданным денежным тратам. И его было решено признать вменяемым и отправить на свободу. Абсолютно вменяемого и адекватного Майкла встретили престарелые родители и привезли в свой дом, где ему выделили небольшую комнату. Только вот Майкла она не устраивала. Ему нужна была его старая кровать и его старые вещи. Чтобы что-то изменить в своей жизни, Майкл отправляется к дяде Джеку. Его дядя знал очень много полезных людей и мог помочь своему племяннику, вставшему на путь исправления. В доме дяди Джека Майкла встретили хорошо. Его угостили коктейлем и обещали помочь. Жить Майкла дядя Джек оставлял у себя. У него же Майкл узнал, где найти своего старого знакомого, с которым они неплохо общались в тюрьме. Теперь этот человек владел ночным клубом, больше напоминающим притон. Зато у него была работа для Майкла. Майкл умел только колотить людей кулаками по лицу, и именно такую работу ему предоставил его приятель. Он же посоветовал сменить имя на более звучное и грозное, ведь выступать на ринге с именем Майкл Питерсон было как-то непрестижно. В этот момент и появился на свет Чарльз Бронсон. Майкл взял в качестве псевдонима имя реального актера, который в свое время блистал на экране, воплощая брутальных и грозных злодеев. Майкл стал жить с девушкой по имени Элисон. У нее был парень, но это Майкла не особо волновало. Его приятель устраивал ему подпольные бои, где от Майкла требовалось показать нечто особенное, чтобы запомниться зрителям. И он мочился на своих соперников, бился с двумя сразу, и для него даже устраивали схватки с бойцовыми псами. За это Майкл начал получать неплохие деньги. Но не настолько неплохие, чтобы купить Элисон кольцо. Он признался девушке в любви. И когда узнал, что она любит другого, пошел в ювелирный магазин и просто взял с прилавка понравившееся кольцо. Элисон не оценила подарок. Она сообщила, что собирается замуж за своего парня. За ограбление ювелирного Майкл снова купит ли в тюрьму. Он возвращался в места не столь отдаленные с радостью, ведь здесь он все еще оставался знаменитостью. На воле Майкл провел всего 69 дней. Когда его привели к начальнику тюрьмы, тот взял на заметку знаменитого заключенного. Он будет пристально наблюдать за жизнью Майкла. Такой расклад Майклу не по душе. Ему быстро стало скучно в этом заведении, и он решает разнообразить свое пребывание за решеткой. Когда в камеру Майкла приходит работник местной библиотеки с книжками, Бронсон берет его в заложники. Об этом он сразу сообщает охране, и те приносят ему телефон, на другом конце которого начальник тюрьмы. Ему Майкл обещает, что убьет библиотекаря, если не получит то, что ему нужно. А нужно ему одно – хорошенько подраться. Это начальник тюрьмы может обеспечить. Не получив вразумительного ответа на вопрос, что нужно Бронсону, он отправляет в его камеру охрану, чтобы они слегка вправили мозги заключенному. Майкл тоже не дурак, что бы там ни говорили доктора из психушки. Он знал, что сейчас придут гости, а потому подготовился к их визиту. Он должен выглядеть презентабельно, как и подобает радушному хозяину камеры. Бронсон раздевается догола, намазывает себя мазью, чтобы противникам было сложнее его удержать. Заставляет библиотекаря намазать себе спину и встречает гостей с распростертыми объятиями. Охранники не остались в долгу. Они отоварили Бронсона по всем правилам тюремного светского визита. После этого избиения Майклу нанес визит начальник охраны. Он недвусмысленно дал ему понять, что если Бронсон не перестанет вести себя подобным образом, он так и умрет в тюрьме. Майклу слова начальника показались достаточным аргументом, чтобы какое-то время вести себя тише. Отсидев положенный ему срок в одиночной камере, Майкл стал посещать тюремный кружок творчества. Он даже открыл в себе талант к изобразительному искусству. Рисунки Майкла были своеобразными, однако они заинтересовали руководителя творческого кружка. И благодаря поощрению этого человека Бронсон продолжил рисовать. Руководитель кружка даже пытался показать рисунки Майкла начальнику тюрьмы. Он хотел помочь Бронсону освободиться раньше срока. Только того творчество заключенного не вдохновило. Руководитель кружка дал понять Майклу, что если тот будет вести себя тихо и продолжит посещать его занятия, он сможет вскоре освободиться. Поняв, что его действительно могут выпустить, Бронсон взялся за старое. Однако в этот раз он проявил себя творческой личностью. Пока руководитель кружка готовил для него чай, Майкл схватил и связал его. Сам Бронсон снова разделся догола, обмазался черными красками, напялил очки и шляпу и стал ждать охрану. Когда пришел начальник тюрьмы, Майкл потребовал включить для него музыку. Наслаждаясь приятной мелодией, Бронсон принялся отворить. Он разукрасил лицо заложника, нарисовал на веках глаза и нахлобучил на него свою шляпу. Когда ему наскучило издеваться над своей жертвой, Майкл впустил охрану и хорошенько размялся, отбиваясь от них. Сражение вышло знатным. После него Бронсон был уверен, что не окажется на свободе никогда. В итоге тюрьма исполнила все желания Майкла Питерсона. Он стал знаменит под псевдонимом Чарльз Бронсон и регулярно утолял свою жажду драки. На момент съемок фильма о нем Майкл провел в заключении 34 года. Причем 30 лет из них он просидел в одиночной камере. Дата его освобождения неизвестна до сих пор. Чарльза Бронсона признали самым жестоким и знаменитым заключенным в Великобритании. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Не знаю, что непонятно, почему всегда как-то так вот это удивляло про вот всяких вот каких-то отбросов, по сути, да, маньяков, убийц, каких-то неадекватных просто людей, супер-мега-антисоциальных, которые просто не могут ужиться с другими людьми, какие-то делают фильмы, сериалы, их популяризируют, что как раз-таки наоборот способствует как бы такому, значит, романтизации этого образа у других людей. Потому что у них есть цель привлечь внимание, Алина, а это хорошо привлекает внимание. Ну, я понимаю, это коммерция. У них нет цели образ какой-то изменить. Нет, я понимаю, это коммерция, то есть это бизнес, они могут задать какую-то интересную громкую историю, чтобы людям понравилось. Просто это же очевидно, что тот, кто, как бы сказать, романтизирует этот образ, да, они же явно же, ну, я не знаю, как показаны были фильмы, но по пересказу «Краткого капитана» кажется, как будто этот образ очень романтизировали, да, так преподносили в каком-то смысле относительно даже положительно, понимаешь? И, конечно, мне кажется, какая-то часть людей может истолковать так, что типа, о, так я тоже так могу себя вести, и будет охеренно, понимаешь? Так это же как бы очень плохо. Ну, плохо, и что? Кто-то делает фильм, ему заебись, он просто делает бабки. Ну, и все. Пролегает внимание, потому что это пролегает внимание. И челу этому тоже зашибок, он же стал быть знаменитым. Ну, да. И все. Не выходно только государству, которому... Раслевывать потом кашу после последователей его. То есть они должны заботиться о том, чтобы это запретить. Угу.